Особенную дочь Машу, экс-политик Рина Хакамада, родила в 42 года. В роддоме Ирине посоветовали отказаться от ребенка с синдромом Дауна. Однако сердце матери не позволило бросить свое чадо. В 7 лет у Маши был диагностирован страшный диагноз – лейкоз. Но Хакамада и здесь не думала сдаваться. Благодаря поддержке мужа и оперативным действиям врачей, девочку удалось спасти. Сейчас Маши 22 года, она живет полной жизнью, танцует, участвует в модных показах, изучает английский и много путешествует. Больше двух лет девушка встречалась с чемпионом по жиму штанги лежа Владом Сиддиковым. У парня тоже синдром Дауна. В 2017 году влюбленный, даже планировали пожениться, но в итоге не сошлись характерами и разбежались. Потом у Маши появился новый друг – актер Артем Турчинский. Девушка с удовольствием выкладывала совместные фото со своим избранником в соцсетях. Позднее у нее появился новый кавалер. «Это мой парень, которого я люблю. Его зовут Антон Смирнов», – так прокомментировала этот снимок Мария. Актриса Эвелина Блёданс воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Этот диагноз врачи поставили еще до рождения малыша и предложили артистке прервать беременность. Однако Эвелина твердо решила рожать. Она не стала скрывать своего солнечного ребенка от общественности. Когда Семену было всего 6 месяцев, он получил свой первый контракт на рекламу подгузников. Блёданс призывает родителей особенных детей не опускать руки и противостоять давлению общества, считающего эту болезнь приговором. В браке с Яной Сум у музыкального продюсера Константина Меладзе родились трое детей. Долгое время супруги скрывали диагноз их младшего сына Валериана. Только после развода Яна решилась рассказать о заболевании своего ребенка. Мальчик страдает аутизмом. Болезнь стала заметной, когда Валериану исполнилось 3 года. Он начал терять приобретенные речевые и коммуникативные навыки. Не так давно бывшая супруга Константина открыла центр по коррекции аутизма. Вместе с другими детьми там занимается и 14-летний Валериан. Особенная дочь кинорежиссера Федора Бондарчука и его бывшей жены Светланы живет за границей. Там она проходит реабилитацию, получает необходимый уход и учится. Варвара появилась на свет в 1999 году, но только в 2013 Светлана решилась рассказать о своей особенной дочери. Девочка родилась недоношенной и врачи не давали никаких прогнозов. Позже Варе поставили диагнозы ДЦП и аутизм. Федор Бондарчук долгое время не говорил о дочери ни слова, но в своем документальном фильме откровенно поведал следующее. «Я ее очень балую и всегда привожу много подарков. Она совершенно светлый человек, просто солнечный. Поэтому, когда устаю, не хватает жизненных сил, я прихожу к Варе и все складывается». Ставь лайк, если понравилось видео и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.